Ну все, еще одна героиня на канале Доброе Дело, это Лена. Ну, у нее очень сложные жилищные условия, и теперь ей тоже нужна помощь. Всем огромный-огромный привет, очень рада видеть вас на своем канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребята, ну что, у нас, как всегда, рубрика по комментариям, и комментарии это не только мои, но также и под видео на канале Доброе Дело. Видеоролик у нас был с разбором мусора возле Баби Галиной бытовки, и также разбор наследства, которое осталось от Бабы Гали. И знаете, столько комментариев было, и эти комментарии в основном были на тему помощи Лени. И столько было таких прям просьб, прям крик души у людей, что срочно нужно помочь Елене. Она такой прекрасный человек, она такая душевная, только одна она помогала Бабе Галле, и больше никто, хотя эта тема уже сто раз обсуждалась относительно, кто тоже помогал Бабе Галле. Но нам же показывали только Лену, поэтому сейчас все разговоры о ней, какая она умная и прекрасная женщина, и насколько она сердобольная, насколько она аккуратная. И теперь, наверное, она тоже станет героем на канале Доброе Дело. Ребята, очень много людей хотели бы помочь Лене. Сто процентов и лайк. Не оставляйте Лену, у нее, судя по дому, тоже все сложно. Лена оказалась самой участливой и убирать, и покормить, и присмотреть. Реально, ваш внештатный помощник. Добра вам! Ребята, обратите внимание, в каких условиях живет Лена. Вот вам следующий герой. Ей тоже нужна помощь. Получается, зрители сами выбирают героев на канале Доброе Дело. Ну и что же в таком случае делать мальчиков? Только слушаться зрителей. Ведь когда-то зрители тоже якобы нашептали, и не только нашептали, а прям кричали, чтобы Бабу Галю выселили от Сергея и переселили в бытовку. А потом еще и обвинили в том, что Баба Галя живет в таких ужасных условиях. Лена молодец! Может, вы ей поможете найти какую-нибудь работу? Хочет ли Лена сама идти на работу? И сможет ли она работать, когда она очень любит остаграница? И это видно, ребят. Это видно. И я знаю, что мне напишут такие комментарии, что вот прям я так это знаю, по человеку видно. Как по мне, так она точно такая же, как и Инна. Только, знаете, Инну нам постоянно показывают в каких-то трэшовых ситуациях. И пьяную, и всякую, и перепоя. А вот Лену нам пытаются показать как очень ответственного, доброго человека. Хотя, момент с подругой тоже, с соседкой. Там, где и Лена была хорошенькая, тепленькая, и точно такая же была соседка. Поэтому их мы тоже видели не в очень хорошем виде. О, Боже, Лене, помогите! Дверь какая! Зима ведь идет! Лена очень хорошая! Ну и, наконец-то, один адекватный комментарий. Друзья, Елене самой нужна срочная помощь. По ней видно алкогольное истощение. Вечно непроходящая простуда говорит о низком иммунитете и плохом питании. Предложите кодировку и дальнейшую реабилитацию. Пропадет же человек. Единственный человек, который предложил помощь по, скажем так, реабилитации Лены. И чтобы помочь избавиться от алкоголя. В общем, также про запах вспомнили в бытовке. И запах этот, ребят, от матраса. Ведь Бабагаля ходила под себя. И этот матрас до сих пор находится в бытовке. Он явно, что уже тысячу раз высох. Но этот аромат, он все равно останется. И нужно было, раз уже прицеп был и собирали весь мусор туда, можно было бы и снять этот матрас и напрочь его выбросить. Ну, кому нужен этот матрас? Даже если кровать кому-то пригодится, то, слушайте, кому нужен матрас, который насквозь весь простон и уже высох. Согласитесь. Что-то мальчики у нас как-то не думают, когда что-то делают. Раз выбрасывали, можно было, конечно же, и захватить матрас. Всем доброго вечера. Очень странный ответ Игоря про часы. Бабагаля умерла в больнице, а не в будке. Какая там еще жизнь остановилась? Совсем с головой плохо видно. То он верующий, по-настоящему верующий человек в суеверие не верит. Вот и правда, да? Он обычно всех пресекал, кто что-то такое вот говорит. А тут он почему-то сам заговорил. Какими-то суевериями. Что-то как-то все это странно. Я уже об этом говорила. Еще умывальник, иконы, часы. Ну и бытовка. Запилит еще четыре ролика. Ах, да! Еще и кровать, стол, табуреты. Семь роликов. Как пить дать? Ребят, будут еще ролики. Раз бытовка есть и еще что-то есть в бытовке, ролики все равно будут. Потому что, знаете, вот как-то все, что касается Бабы Галли, наверное, более интересно, чем какие-то другие герои. Ну, особенно, наверное, тем людям, которые всю эту историю с Бабой Галли наблюдали с самого начала. Здравствуйте, Ольга. Это комментарий был уже мне. Баба Галли была хоть и отрицательным персонажем, людям было интересно ее смотреть. А теперь эти ребята лихорадочно ищут ей замену. Тыкаются то туда, то сюда. Никак не могут найти. Деньги не падают, как при Бабе Галли. Люди отписываются, так как канал стал неинтересным. Андрюха пропал. По моему мнению, бытовку надо отдать Инге. Проведут свет. Она все-таки женщина чисто плотная и пусть ей помогают с работой. Также закодируют. Ну, относительно того, что Баба Галли хоть у них была и отрицательным героем, но, да, действительно ее смотрели больше, чем кого-то другого. Но от них не особо-то и отписываются, а по статистике наоборот подписываются, и канал у них не уменьшается, а увеличивается. Относительно того, что они мыкаются в поисках героев, то они не особо-то и в поисках. Они берут себе в героя тех, кто им выгоден. Семья с дома Лилии Петровны, она достаточно выгодная, потому что особо много им не нужно, да. Лена так это вообще выгодный герой. Инна так это вообще за пару пачек крупов. Она что хочет на камеру, наговорит. И трешак можно с ней снять. Поэтому не особо-то и они в поисках. Относительно бытовки Инне, я вас умоляю, откуда свет проводить в бытовку для Инны? И у нее нет личного своего участка, да, откуда можно ей подводить свет. А кто станет делиться электроэнергией, чтобы провести в бытовку? Ну, а без света в бытовке жить невозможно. И это, знаете, обрекать Инну на ту жизнь, которой жила там Баба Галя, я думаю, это как-то нехорошо. Даже какая бы там Инна и не была, но это, я считаю, нехорошо. Ужасно даже. В общем, остальные все комментарии были такие, знаете, однотипные, как я уже вначале говорила. В основном положительные. И всех выхваливали Лену, какая она хорошая, какая она прекрасная. И что ей еще очень нужен умывальник. И почему мальчики не отдали его Лене? И она якобы просто намекала о том, что кто-то хочет купить. И, возможно, этот умывальник нужен ей. И почему же ей не отдали топор? Топор все-таки в хозяйстве нужен. И он бы Лене пригодился. И почему часы не отдали? В общем, все связано с тем, чтобы все прям отдали Лене. Ну, тогда уже бы и бытовку переставили туда Лене. И был бы тоже ей теплый, уютный домик. А почему нет? Электричество Лена туда может перекинуть. Почему Лене не подарить эту бытовку? Ну, а кому она еще нужна? Бездомным? Так, бездомным не жизнь в этой бытовке. Потому что туда нужно проводить электричество. Ну, и по поводу Андрея, да, тоже много писали. Куда пропал Андрей? Ну, этого нам не говорят. Это какая-то тайна. Возможно, эту тайну откроют. Где Андрей и что с ним? Дай бог ему здоровья. Я никому не желаю зла. Но пока мы не знаем, где находится Андрей. Можем лишь только придумывать, додумывать, домысливать. В общем, ребят, у меня, наверное, все. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. И также желаю, как всегда, всем прекраснейшего настроения. Всем добра, любви, понимания, позитивных эмоций. Ну, и, конечно же, здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Берегите себя и своих близких. Обнимаю вас каждого сердцем и душой. Всем пока, мои хорошие.